Друзья, всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я хотел бы с вами обсудить две противоречивые новости от Фила Спенсера. Но перед тем как мы начнем, как всегда попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и напишите, что вы ждете от новых консолей. Крутого графона, 120 фпс или же крутых игр. И да, не забывайте, что от вашей поддержки зависит как часто будут розыгрыши. И давайте начнем. А начнем мы с того, что все те, кто интересуется новостями игровой индустрии, а особенно новым поколением, скорее всего слышали новость о том, что Фил Спенсер сравнил переход со старых игр на игры нового поколения с таким же переходом как с 2D к 3D. Кстати, чтобы быть в курсе всех таких вот актуальных новостей, советую подписаться на нашу группу вконтакте, ссылочка будет в описании. Если кто-то прошляпил этот момент, то в принципе вот цитата из твиттера, цитирую. Технология трассировки лучей будет великолепной. Сейчас я плотно занимаюсь вопросом технологии DLE. По моему мнению, ощущения от перехода на игры нового поколения будут такими же сильными, как и те, которые в свое время произвел переход от 2D к 3D. Все благодаря обновленному процессору DLE, памяти с высокой пропускной способностью и SSD. Если кто-то не знает, что такое технология DLE, то это функция, которая обеспечивает мгновенный ввод. То есть, по идее, между геймпадом и консолью сократится задержка и пропускная способность возрастет. Кстати, поговорят, что данную технологию получат из старой геймпада при помощи обновления. В принципе, в сети несложно найти эту новость, поскольку она была довольно громкая и реально интригующая, ведь 2D и 3D это колоссальная разница. И учитывая, что мы в данный момент получаем отличную картинку и неплохой опыт от новых игр, можно предположить, опять же по словам Фила, что нас ждет что-то мега крутое, от чего мы должны будем просто офигеть. Но опять же, упор в сравнение 2D и 3D. Если честно, то после этой новости я тоже себе накрутил много всего, поскольку это было довольно-таки мощное заявление, тем более это сказал не какой-нибудь там левый инсайдер, а сам Фил Спенсер, который в этом поколении уже всех ебет. Но, к сожалению, со следующей новостью, а именно с интервью, которую Фил давал Game Lab Live, эти сказки немного поугасли, а точнее даже разбились об рифы, и сам Фил Спенсер походу понял, что довольно-таки сильно преувеличил. Даже не побоюсь это сказать, сильно перехайпил. Цитирую. Я думаю, что мы сейчас в той точке с иммерсивностью, доступными нам инструментами и вычислительной мощностью, что отличия в графике станут не такими явными. Эй-эй-эй, Фил, что это за фигня-то, ё-моё. И будет меньше функций, которые раньше были невозможными, а теперь появились. Кого-то это может расстроить, но я могу сказать, что преимущество тех игр, которые я сейчас вижу, в эффекте погружения, и новый контент создается именно вокруг него. Если что, иммерсивность это некий эффект погружения. И да, если кто-то не понял, то Фил походу слегка переобулся, дав понять, что он всё-таки преувеличил. Сразу говорю, что это не камень в огород Иксбокса или Фила Спенсера, что мол он такой фиговый и так далее. Нет. Это лишь при открытии занавеса на будущее гейминга. Если же второе высказание уже ближе к истине, то можем предположить, что новые игры это будет практически то же самое, что даёт нам сейчас Иксбокс Ван Икс. Но только к этому подключается быстрая скорость загрузки, трассировка лучей, 120 фпс и что-нибудь ещё. И что-нибудь такого нереально прорывного от новых консолей ждать всё-таки не стоит. Если что, это касается не только Иксбокса серии СХ, но ещё и Плэстейшн 5. Опять же, нужно смотреть по факту, ибо на словах мало что объяснишь, но всё же. Лично на мой взгляд, то что было достигнуто в играх, именно в графическом плане на сегодняшний день, это по сути перепрыгнуть довольно-таки сложно. Взгляните на тот же Last of Us 2. Как по мне, ну просто шикарно выглядит. И на первых этапах существования новых консолей, к сожалению, не стоит надеяться, что будет какая-то сверхразница. Особенно, когда игры будут делаться ещё и под старые консоли. И какой-то невероятный некс-ген именно в новых консоли, мне кажется, стоит ждать лишь в середине их жизненного цикла. Когда старые консоли перестанут получать новые игры, и тогда, мне кажется, руки разработчиков будут развязаны полностью. И мы будем получать вот как раз-таки тот самый некс-ген. И то не факт. Признаться, мне уже не терпится приобрести новые консоли и посмотреть на то качество картинки, которое нас ожидает. Несмотря на то, что не обещается сверхпрорывом, мне всё-таки хочется ощутить ту самую бесшовность игр. Пожалуй, 120 фпс. Кстати, ради этого у меня даже появилось некое желание присмотреть себе какой-нибудь Monix HDMI 2.1. Если что, с этим HDMI вы увидите как раз-таки эти 120 фпс и по-моему 8к. Помимо этого, интересен тот самый быстрый отвлек, то есть технология DLE. И пожалуй, самое главное, зачем я гонюсь, так это за трассировкой лучей и всякими отражениями. Если вам интересен пример этой технологии, а именно трассировки лучей, то на канале Snoopy, возможно, скоро выйдет видос о том, как Майнкрафт будет выглядеть на Xbox Series X. Просто он шарит по майну и покажет вам отличия. Что касаемо разрешения, по большему счёту мне дико пофиг. Поскольку я не вижу в этом какой-то инновации или же прорыва, как многие увидели в версии Xbox One X. И да, после того, как на меня полетел после одного видоса шквал комментов о том, что я не играл на 4К разрешение, я зря говорю, это нечто. Я запустил на своём компе максимальные настройки, 4К разрешение на 4К телеки. И знаете, был не поражён. Поскольку чёткость картинки, как по мне, не влияет на красоту и на стиль визуализации. Да, 4К однозначно лучше, чем 1080p, но на данный момент мне и Full HD хватает. Но сейчас не об этом. Короче, суть в том, что ждать чего-то нереального от графики в новом поколении, к сожалению, походу, не стоит. Единственное, 23 числа, именно 23 июля, прям пометьте себе эту дату в календарике. По слухам, возможно, в эту дату состоится та самая презентация Microsoft, на которой нам должны будут показать новые игры. Что, возможно, покажут на этой презентации, я рассказывал в прошлом видосе. Если интересно, то посмотрите. Да, может от графона мы не офигеем, но от количества сюрпризов, я думаю, мы должны будем просто ахнуть. В принципе, на этом все. Вот такой вот видос. Если он вам понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свое мнение по этому поводу. Большое спасибо тебе за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok